Самый большой в Украине запас меланжа – это окислитель ракетного топлива. На военной части под Шевченково хранится больше трёх десятков лет. В его состав входит концентрированная азотная кислота. Если меланж разольётся, погибнет всё живое в радиусе двух километров. Ещё большая территория, два с лишним десятка километров, окажется отравленной. Кроме этого, раствор, который попадает в почву, просачивается подземной водой, отравляет все подземные воды, которые используются для промышленной деятельности, для хозяйственной деятельности, для людей и так далее. И могут впоследствии быть очень негативными. Что делать с опасным наследством Советского Союза, придумали учёные политехнического университета вместе с северодонецкими промышленниками. Они когда-то разрабатывали и сам окислитель. Полгода назад презентовали установку, которая позволяет не только разложить меланж на составные компоненты, ещё и извлечь пользу из этого. Из 5000 тонн окислителя именно столько хранится в Харьковской области, можно получить больше 6000 тонн азотных удобрений. То есть мы готовы сегодня, и это мы доложили на этом совещании, готовы за год утилизировать практически все 5000 тонн, которые лежат там, на этом складе под Шевченко. При этом мы получаем кислоту, получаем фтор, получаем фосфор в раздельном состоянии, их можно использовать. Чтобы собрать установку и утилизировать меланж, учёным нужно 20 миллионов гривен. Но финансировать переработку опасного вещества на месте правительство не хочет. Принято решение вывозить его в Российскую Федерацию по той программе, которая есть у нас с ЕС. Там программа государственная, и, насколько мне известно, нам ещё доплачивают частично за то, что его принимают. Платит Евросоюз, принимает Россия, но Украина ещё получает какие-то деньги за вывоз меланжа. Вывезти меланж из Харьковской области, возможно, удастся уже в этом году, говорит Михаил Добкин. Учёные ХПИ опасаются, перевозить окислитель тоже небезопасно. И сожалеют, Украина лишится стратегического товара – концентрированной азотной кислоты. Но уверены, годы работы над установкой даром не пропадут. Валерия Шапаренко, Алексей Калмыков, Анна Конечный, Медиагруппа «Объектив».